На столах чай и сладости. Журналисты Рамиль Мулин собрались в неформальной обстановке, чтобы поговорить на различные темы из жизни города. Итоговая пресс-конференция с главой стала уже традиционной в преддверии Нового года. Первым прозвучал вопрос от журналиста Галины Суздальцевой. Ее интересовал подход к обучению в школах, так как не всегда дети заинтересованы в получении знаний. Рамиль Мулин считает, что нужно дать больше возможностей для творчества учителям. Не применен вот этими отчетами. Если он будет в этом виде творчества, а я считаю воспитание детей это и есть творчество. Если мы людям, детям не можем, сможем дать именно вот желание, я так думаю, что учитель должен дать детям желание искать эти знания, находить эти знания. Прозвучал вопрос про новую команду, как строится работа с ними. Рамиль Мулин ответил, что все вновь пришедшие руководители имеют большой опыт работы в других муниципалитетах. Команда достаточно боеспособная, понимающая задачи, которые стоят. Структурно мы практически уже определились основными направлениями работы. Четко определили, не разницу, а разъединение полномочий и определение, так скажем, участков работы. Зона ответственности каждого руководителя определена. Еще один немаловажный вопрос – большое количество алкомаркетов в городе. Глава уверен, надо не закрывать торговые точки, а делать так, чтобы люди досуг проводили по-другому. Менять надо отношение к этому вопросу. Чем больше будет у нас другого досуга, других возможностей, нам важно показать всю красоту, показать, дать альтернативу для того, чтобы со временем это ушло. А так просто запретить это невозможно, потому что бизнес, есть правила, мы в этом году, конечно, приняли, но, с другой стороны, мы это будем только для вновь открывающихся, а для тех, которые работают, они еще 10 лет могут работать в этом же режиме. А наша редакция НТР-24 задала вопрос, появится ли в городе приют для бездомных животных, который несколько лет назад планировали построить. Но из-за огромной стоимости проекта, а это около 800 миллионов рублей, дело затормозилось. Но сейчас специалисты продумывают проект. Мы вошли в пилотную площадку возможности войти в эту программу, на 400 собак должны были построить приют, но сейчас пока идет проектирование. Уже сумма за 100 миллионов, на 400 собак, но экономическая ситуация пока такая, что, может быть, она будет продлеваться, так скажем, принятие этой программы. Для себя я вижу, пока вот какая-то должна быть поддержка вот этих частных приютов. Я с ними встречался, мы даже предлагали помочь по корму, то есть у нас есть, например, остатки еды от школ, от детских садов, мы даже предлагали давайте контейнерами будем возить. Но пока какая-то активность есть, больше люди сами хотят решать этот вопрос. Поэтому, готового рецепта нет, будем идти по возможности войти в программу республики и максимально сделать так, чтобы в городе не было бродящих собак. Вот пока так. В завершении встречи Рамиль Мулин поблагодарил журналистов за их труд и пожелал в новом году успешной и плодотворной работы. Светлана Жумкова, Максим Липин, Новости НТР.